С весна тех наверх, большие и маленькие любители забористой голландской техники. Сегодня у нас обновление 10.6, в которое добавлены кораблики именно этой нации. Голландские крейсеры у нас, друзья, с вами сегодня. Давайте немножко посмотрим, какие именно кораблики мы с вами сможем получить. И, конечно же, что-нибудь обязательно прокатим. Но тут тоже зависит от нашего везения. Свеженький порт Роттердам. Кстати, мне нравится, в отличие от того, что обычно разрабы лепят, достаточно такой светлый портик. Что, в общем, приятно наблюдать, потому что обычно это какой-то ужас по цветам. Тот же самый Гамбург хочется вспомнить, да и Кронштадт, в общем, тоже такое себе. Нет, здесь все достаточно комфортно. Заглядываем в Адмиралтейство. Здесь нам рассказывают про крейсера Нидерландов. Вот эта новая закладочка. Ну и, собственно, уже предлагают открывать всяческие наборы и прочую годноту. Давайте посмотрим, прежде чем зайти в эту обитель растрат, я имею в виду Адмиралтейство, посмотрим, что мы можем с вами получить за просто так, казалось бы. Появляются новые боевые задачи, называются крейсеры Нидерландов. В 27 дней доступна первая часть. Мы будем получать с вами новые голландские жетоны. Можно будет получить себе мельничку в виде логотипа вашего знака. Ну и далее. Следующая боевая задача, пятерочку, целебес можно получить, я так понимаю, после реализации предыдущей боевой задачи. Здесь вроде как бы, ну, надо перемочить кучу народа. Ну, вроде как бы ничего такого очень страшного нету. Можно, кстати, на девятке делать какие-то задания, я так понимаю. Ну, естественно, чтобы девятку заработать, надо голду потратить. Об этом, как говорится, позже. В общем, целебес вы получаете в виде пятерочки. Потом можете получить голландский флажок себе на корабль. И еще за выполнение группы боевых задач уже после всего можете получить себе семерку Эйндрахт. В общем, я так понимаю, что задачи не такие уж и простые. Поэтому явно сказать, что в первую неделю вы вряд ли получите семерку. Ну, может быть, удастся вам пятерку заполучить. Переходим в Адмиралтейство. Здесь нас встречает куча всякой... Куча всякой... Куча всякого... Ну, вы поняли, да? Куча всякого хорошего. Значит, поначалу это бесплатные, я так понимаю, контейнеры. В которых вы будете получать что? Камуфляж. Летучий голландец. 20 жетонов Нидерландов. Сигнальчики. Один день према. 50 дубло на 50 тысяч кредитов. Ничего супергодного здесь не наблюдается. И мы с вами получаем первый набор 50 нидерландских жетонов. Следующий, хотел сказать, запор. Нет, набор, друзья, будет уже доступен завтра. Вы также можете получить серебро. Отоварить ваши голландские жетоны. Получить вот эти вот самые оранжевые камуфляжи. Если тут... Ну, такой оранжевый, короче. Поверьте мне на слово. Оранжевый. Вот, оранжевые камуфляжи. Блин, верните меня обратно. Не туда я нажал. Что? Это маленькая техническая неувязка. Вот. Ну и что еще? Всякие флажочки и так далее, и тому подобное. Далее. Чтобы приобрести себе четверку Deruiter, если вы еще не успели его получить за Twitch Prime, вам нужно всего-то, получается, 40 жетонов. Ну, у меня Deruiter есть, мне разрабы его накинули, поэтому все нормально. Ну, а дальше начинается, как обычно, то, что любят разработчики. Обычно, кстати, в прошлый раз было 35 у нас случайных контейнеров. В этот раз разрабы подумали, да ладно, у нас 35 слишком просто. Давайте сделаем 72 набора, черт возьми. Вот. Это, конечно, ну, что могу сказать? За грань добра и зла просто. Ну, да ладно. Вот. И также за голландские жетончики вы можете получать последовательные награды. И, собственно, там в основном, я так понимаю, содержится камуфляж. Да? Камуфляж, камуфляж. Ну, вы поняли. Восьмерку можете получить за вот эту вот цепь с жетонами. Вот. И, собственно, всякие разные виды камуфляжа. То есть, получается, пятерка, семерка за выполнение боевых задач. Шестерка за... Сколько тут? 60. Ну, не 60, точнее, а 40 плюс 50 плюс 60. 140 жетончиков и еще за дохренища жетончиков вы можете получить себе Харлем. Ну, а, конечно, самое вкусное вы получите, разумеется, за голду. Есть вариант у вас один из вот этих вот наборов открыть и, собственно, получить себе Йохан Девитт плюс командир с 10 очками. Это у нас, получается, девятка. Ну, как вы сами понимаете, по количеству наборов очевидно, что это будет не такая простая история. Хотя, кстати, в этот раз, по-моему, цена немножко поменьше. У меня есть 40 тысяч дублонов. И прямо сейчас, друзья, мы с вами потратим... Давайте, ну, не знаю, ну, потратим сколько потратим. Попробуем получить девятку. В конце концов, жетоны разрабские. Чего нам тут нервничать? В общем, открываем. Не повторяйте это в домашних условиях, потому что покупать корабль, прокачиваемый корабль девятого уровня за голду, это, мне кажется, полный бред. Ну, ладно, мы сейчас с вами попробуем что-нибудь здесь получить. Сколько мы уже потратили? Три. Четыре. Пока что в основном жетоны нам и камуфляжики попадаются. Пятый. Нам видно следующий контейнер, который мы откроем. Вот. Дальше у нас тоже будут всякие флаги, жетоны и камуфляжи, которые мне... Ну, которые потом я лично здесь ребро, наверное, продам, потому что ничего особого от этого камуфляжа я не наблюдаю. Я уже забыл, сколько я открыл. Ладно, будем по голде смотреть. На 20 тысяч голды, я думаю, что можно будет начать останавливаться. Да. Ну, это, конечно, такая, друзья, рулетка от Wargaming. Прям в прямом эфире без смс-регистрации. Причем выигрываете вы непонятно что. Ладно бы вы там, не знаю, голду выигрывали. Хотя мне кажется, что если бы разрабы запилили чисто, ну, такой игровой автомат, то есть вы дергаете за ручку, там вкладываете дублоны, получаете обратно дублоны, вообще народ бы плюнул на корабли и только бы дергал за дублончики, мне кажется. Правда, с другой стороны, на дублоны-то в ресторан потом не сходишь, не отметишь. Это, конечно, было бы не так весело. Так, ну, открыли мы уже где-то 12 контейнеров примерно из 72. Да, вон, а, вон, можем посмотреть. Вот. 13 контейнеров. И пока, собственно, кроме жетонов ничего интересного нам не прилетело. Ну, продолжаем. Продолжаем дергать. Ребят, вы, кстати, если будете дергать, неожиданно захотите нажимать на кнопочку купить, напишите, выпал ли кому-нибудь девятый голландец, потому что, ну, 72 контейнера, это просто, мне кажется, за гранью добра и зла. Откровенно. Это очень много. Можно, конечно, понабрать себе этих жетонов. Я надеюсь, что мне, наверное, на восьмерку-то хватит. Вот. Но это просто за гранью. Так, 19 контейнер мы открываем. Пока что, ну, выпал один-единственный там набор. Вот он, 80 жетонов Нидерландов. Все остальное, это всякое... Хотя вот мозаика вроде ничего. Вот эти вот хорошие камуфляжики, они дают прокачке большие бонусы. Но, блин, ну не за тысячу же голды, в конце концов. Да. Да, ладно, продолжаем открывать. Остается у меня еще 23 тысячи голды. Как спустить голду в прямом эфире без СМС-регистрации? Ох, пипец. Радует одно, что голда разрабская. Ну, вот смотрите, я спустил уже 22 тысячи дублонов. Это, ну, где-то порядка уже 4 тысяч рублей. И не получил ничего. Как-то не странно. Нет, ну, я, конечно, получил там какие-то, какие-то камуфляжики. Я не получил того, что я хотел, скажем так. Вот это меня напрягает. В общем, продолжаем дергать. И смотрим, на каком же у меня выпадет или не... Или что будет раньше, голда закончится или все-таки выпадет какой-нибудь кораблик. Зато у меня будет много-много-много голландских жетончиков. Это же прикольно. За них же можно что-то купить. Ну, я надеюсь, что мне хотя бы на восьмерку хватит. Потому что сколько я уже потратил? Уже 29 тысяч голды уже ушло. Ой, а мне, кстати, выпал восточный фонарь. А он один всего выпадает, что ли, восточный фонарь? Йо-моё. Пипец какой-то. Ну, очень много. Ну, как вы понимаете, у меня нету... Сколько там? 72 тысяч голды. Поэтому рано или поздно нам с вами придется остановиться. Но я надеюсь, что мы все-таки что-то вытащим. Так, вытащили мы весеннее небо. Уже... Ну, тоже он всего один, я так понимаю. А, нет, их... Ну, да, один камуфляж в наборе и два набора таких. Ну, это очень мало, конечно. Это очень мало. Пока что ничего нового. Сплошные камуфляжи и эти самые... И вот эти вот... И жетончики, и все такое. Я вам сейчас, ребят, кто будет сегодня дергать много заболеваний, за ручку, расскажу секрет, как можно будет... В случае, если вы будете недовольны всей этой историей, как можно будет спасти свои... Спасти такие свои деньги. Потом вы мне скажете спасибо, не благодарите. Так. Давайте дальше. Давайте дальше. Дергаем. Ну, сколько. Давайте еще, наверное, два контейнера откроем. Мне бы хотя бы чуть-чуть голды там на перке сбросить. Сейчас там на голландцах придется туда-сюда перке гонять. Нажмем еще пару раз. Ну и... Гребанное казино. Все. Собственно, дальше мне ничего так и не выпадает. Понимаю, потому что... Ну, давайте, ладно, еще один. Блин, господи, хорошо, что казино закрыли. Пацаны, кстати, напишите, вообще азартный или нифига не азартный? Ну, у меня осталось 2600 голды из 42, по-моему, да. Нет, получается, из 45. С 442 тысячи дублонов я потратил на то, чтобы получить... Давайте посмотрим, что. Не получил я, соответственно, где-то здесь было... Блин, а что, убрали кнопку? Была кнопка, типа, что ты получил? Походу и кнопки такой нет. Ну, в общем, кучу всяких флажочков, камуфляжиков. И всякую разную хрень. Давайте теперь покупать эти наборы за жетоны. Посмотрим, на сколько кораблей мне хватит за 42 тысячи дублонов. Так. А, я не посмотрел, сколько у меня жетонов. 420 жетонов. Ну, мне даже на восьмерку, скорее всего, не хватит. Я так понимаю, хватит мне на шестерку. Все, шестерка есть. Можно меня поздравить. Это у нас что? Это у нас камуфляж на Эндрахт. И 290... 290... Жетонов у меня стоят. В смысле, произошла ошибка повторить. Блин, разработчики. Вот такие разработчики. Я вас так люблю. Так. Вот это мы можем купить. Это камуфляж, я так понимаю, на Харлем. И, собственно, на Харлем у меня все-таки хватило, друзья. За 42 тысячи дублонов, подытоживая, мне удалось приобрести себе прокачиваемый корабль восьмого уровня. Ура! 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 Ну, в общем, если честно, я хотел показать вам этот кораблик на своем аккаунте. Но 42 тысячи дублонов оказалось недостаточно, чтобы его получить. Вот. Поэтому мы будем показывать его с пресс-аккаунта. Но прежде чем мы начнем, ребят, я надеюсь, что сэкономлю вам деньги и нервы для того, чтобы, если вы потратили много дублонов и ничего интересного не получили, если вы не пользуетесь этой фишкой часто, сразу вам скажу, если вы этим часто не пользуетесь, то вы можете написать разработчикам в Центр поддержки пользователей. Вы можете сказать, я хочу откатить аккаунт свой, там, скажем, до вчерашнего дня. Ну, или когда он у них там сохраняется, у них есть какие-то точки сохранения. Вот. У меня там, не знаю, что-то пошло не так, недоволен, я хочу откатить аккаунт. В некоторых случаях иногда это работает. Скажем, там раз в год, может быть, это может сработать. Но это может и не сработать, поэтому будьте готовы сразу к тому, что вы можете потратить целую кучу голды и, собственно, ничего за это не получить. Но есть шанс это сделать, есть шанс получить себе, ну, собственно, вернуть голду обратно. Итак, друзья, у нас с вами Йохан Дэвид, девятка. Это тяжелый, я бы даже сказал, большой крейсер. Собственно, очень большой крейсер, потому что у него уже 240 миллиметров на девятом уровне, чем, в общем, похвастаться особо никто и не может на этом левеле. Но в качестве существенного минуса, несмотря на то, что кажется, что это крейсер, то есть, ну, написано, что крейсер, да, это имеет он все минусы большого крейсера именно в смысле живучести. И у него большая-большая проблема с пожарами, которую вам придется тем или иным способом здесь решать. Поэтому сразу скажу, что на голландцев свыше восьмого уровня нужно брать такой же набор, как на, собственно, линкоры. Здесь я беру дальность, этого мне не хватало на Харлеме. Возможно, у меня получится эту дальность реализовать, возможно, не получится. Будем с вами сейчас пробовать, тестировать, смотреть. 20% пожар, в принципе, этого достаточно. С другой стороны, о чем мне еще брать здесь? Можно, конечно, взять 10% работы ГАПа, ну, хрен знает. ПВО здесь и так очень мощное, поэтому на вторую полку можете брать вообще все, что в голову взбредет. Я, наверное, вот так приоритетную цель возьму. Далее, здесь большая проблема, что именно стоит здесь брать дальше. Совершенно точно суперинтенданта. Можно взять улучшенные ББшки. Но снаряды это серьезная проблема на наших голландцах. Потому что они какие-то, не знаю, непонятные. Да и торпед здесь еще при этом нету. В общем, сколько у нас маскировка получается? 10,3. Ну, давайте, наверное, попробуем взять... Так, где-то тут это было вот у меня. Если таких кораблей больше, чем таких. Ну, вот, либо вот эту вот мульку можно взять. Либо просто взять, скажем... Ну, можно было бы взять что-нибудь здесь, но смысла особо брать нечего. Ладно, возьмем... Сколько у нас тут ПМК работает? 120 миллиметров? А, ну, их вообще 7,3. Да нет, смысла нет. Вот эту возьмем и возьмем вот эту. Вот так вот. Вот так вот будет работать наш с вами голландец. Так, берем ему флажочки. Я вам советую обязательно возьмите флаг на загорание затопления. Это очень важная тема здесь. В общем-то, и, наверное, даже... Ну, в принципе, вот этим это можно и пожертвовать. Можно взять, скажем, вот так вот. И, допустим, взять флаг на таран. Чем черт не шучит? Просто что? Ну, вдруг все-таки бывает. Здесь есть и гидроакустика, и заградогонь ПВО. Вы можете брать соответствующий флаг, если он у вас есть в наличии. Вот этот вот, по-моему, да, у нас... Да, на гидрачен ПВО плюс 10%. Он вам может здесь помочь. Ну, и камуфляж даст тебе Wargaming наш. Я сейчас посмотрю. У меня нету оранжевых камуфляжей. Здесь не смогу вам их показать. Давайте купим оригинальный, обычный, вот этот вот голландский камуфляжик. Ну, в принципе, не такой уж и страшный. Итак, друзья, что мы с вами поняли из стримов и видео по голландским крейсерам? Мы поняли, что голландские крейсеры — это сложные посудины. По крайней мере, если говорить с 4 по 7 уровень, это обычные фугасоплики заостровные, но с несколько ухудшенной артиллерией по сравнению с теми же, допустим, советами. Вот. А начиная с 8, это совершенно принципиально другой геймплей. Это геймплей большого крейсера. То есть то, что раньше вы могли только за деньги получить там, ну, или за какие-то ресурсы. На этом самом Йохане Девите... Блин, хера себе у нас народ, вообще... А, смотрите, уже, вон, два человека вместе со мной уже тоже на этом Йохан Палыча гоняют. Ничего себе. Ладно. В общем, вы можете получить это, как говорится, практически бесплатно. Но есть одна маленькая мулечка. Мулечка заключается в том, что, несмотря на мощную броню, а броня здесь действительно очень мощная, мощнее, чем у того же там Зигфреда или кто там у нас будет, да, напротив, количество хитпоинтов у нас от обычного тяжелого крейсера. То есть 46 тысяч, это, надо сказать, ну, скромненько, по-хорошему. Потому что, скажем, у того же Зигфреда, по-моему, около 60 тысяч. Сейчас мы с вами посмотрим точно. Не, вот не надо нам вот это. Давайте другую возьмем. Так. Как же это можно было поставить-то? О, голландский. Есть. Все. Шикарно. Берем голландскую озвучку. Все норм. Народ говорит, из первого набора девятку. Да, кстати, вот интересно. Ребят, еще раз прошу вас поделиться, пожалуйста, вашими достижениями в плане вытряхивания голландца из наборов. Если кто-то все-таки решит задонатить, расскажите, с каким процентом вам будет падать. А что есть такие? Есть такие, да. Но это не я. Это точно не я. Так, пока слышал про 16,59, пишут в чате. Да, любопытно. Ну, очень прям любопытно. Что хорошо в голландцах, это, конечно, засвет, помимо всего остального. Дымов только, жалко, нет. Засвет у них прям норм. То есть, такой получается отчасти, отчасти такой, наверное, полупетропавловс, полупетрбагратион. Вот что-то вот такое вот. Но точность здесь примерно такая же, как на Багратионе. Со всеми вытекающими последствиями. Так, что у нас тут? Шустро Готланд. Даём залп. Хорошо летит снаряд. Шустро. Мы не попадаем. То ли Готланд притормозил, то ли что. Ну, в общем, быстренько, да. Снаряд летит очень оперативно здесь. Дальность нашего с вами голландского штурвала. Хотел сказать, нет, конечно, авиаудара 12 километров, друзья. 12 километров дальность нашего с вами авиаудара. Что, в общем, неплохо. Мы сейчас возьмём правее немножко. Ну, и попробуем уже что-то реализовать там. 100 секунд перезарядка. Мне кажется, вообще долговато, на самом деле, перезарядка. Можно было бы и поменьше сделать. Главная фишка, что здесь всё-таки можно взять дальность. Потому что, конечно, на любом, там, на большом, на небольшом крейсере, на каком угодно, если ты не какой-нибудь там подостровной фугасоплю, и очень некомфортно воевать, когда у тебя, скажем, там 16 километров дальность. Здесь, к счастью, всё как-то выглядит поувереннее. Ай-яй. Удалой против неустрашимого. Ну, что могу сказать. Ну, страшивый похилится, а удалой не очень. Лучше бы он там свет бы дал какой-нибудь, а не вот это вот всё. Так. Торпедки идут в удалова, и удалой торпедки не ловит. Красавчик, удалой. Лучше бы он, конечно, там светил, нежели чем вот это вот всё. Ещё торпедки. Так. Видит меня, кстати, здесь... Торпедобоут. Осуждаю. Торпедо. Не попадаю я по Старготлу, но... Ну, здесь, друзья, фишка такая, что на каждом корабле всё-таки приходится пристреливаться к... Стрельбе. Пушкам надо пристреляться, чтобы понять, что, как работает. Ну, в общем, всё. На этом фланге всё, собственно, закончилось. Здесь уже дальше можно там это, ждать чего там, море погоды. Не знаю, ещё чего-то можно ждать, но явно не засвета. Поэтому, в принципе, у нас минус два. Надо хоть как-то показать корабль, потому что здесь понятно, что очередной турбослив. Удалой, мне кажется, ну, видя то, что есть большое количество эсминцев спереди. Ну, брат, ну ты же как-то мог бы, я не знаю, там что-нибудь придумать с этим. Померн, юзай гап. Брателла. Давай-давай, гап юзай. Мы сейчас там всех самолётами забросаем. У нас же есть супер... О-о-о, помер на фугасах. Понял. Понял. Всё, понял. Ну, не получится у меня здесь ничего сделать, потому что 14 секунд летит у нас наш прекрасный авиаудар. Даём залп по остроге Отландо и, наконец-то, попадаем, друзья. Я вот думаю, помер на включен гап, интересно, или нет? Да, включен. Поэтому можем сейчас с вами просто притормозить здесь беспалевно, я так думаю. Ага, вон, кстати, летят снаряды от Йохан Девита. Да, мы как-то хорошо притормозили, прям как раз на торпеды. Разворачиваемся, разворачиваемся, пацаны. Прям вот как надо притормозили. Топовая... Топовая тормозилка. Чё-то там, в общем, он ругается. Проблема обглазан, капитайн. Какая-то проблема с румбом у нас, друзья, случилась. Так, ладно. Ну, собственно, о чём мы ожидали. Естественно, сейчас будут меня запихивать здесь ПКД. Торпеды. Самое любопытное заключается в том, что, смотрите, мы не пробиваем корабль, не пробиваем Лепанта фугасом. Что очень хорошо говорит про пушки 240 мм на этом корабле. Вообще, вот с орудиями здесь какой-то шлак. По-другому, наверное, не скажешь. Хорошее голландское слово шлак. Можно, кстати, с тем Йоханом попробовать разобраться. Ну, вроде более-менее с баллистикой я как-то попривык. 2000 урона с орудий калибра 240 мм. Мне кажется, это прекрасно. Замечательно. Ладно, разворачиваемся. И надо добрать дядю Йохана. Дядюшку Йохана надо добрать. И, может быть, ещё попробовать реализовать наши пушки по Лепанта. Вроде как бы с той стороны у нас всё не так печально, как с этой. И поэтому, может быть, ещё и не всё решено. Всё. Померна принимает торпеды и острый Гётланд. Ну и давайте... Давайте пробовать... Вот, здесь всё-таки ББшки уже повеселее зашли, чем фугасы. Но, видимо, всё-таки стоит ориентироваться здесь именно на бронебойный снаряд. Нежели чем на фугасный. Хотя, с другой стороны, как видите... Йохан там стоит, пытается... Я думаю, ни хрена себе он исчез. Это там же дымы. Да, нормально. Он, кстати, вон, видите, сдаёт... Наш Йохан Палыч... Сдаёт волшебные шарики. Как они там называются? Блин, ну всё, теперь... Чёрт. Палёк какой-то. Ну, вы поняли, да, бронебные шарики решёт? Всё, Лепанта закончился. Наша задача сейчас добрать Йохана и, собственно, выходить... Выходить уже дальше в сторону эсминцев, которые здесь у нас могут как-то побеспокоить. А могут и не побеспокоить. Ну что? Да, спасибо. Даём залп. И это... Четыре тысячи дамаги. Слава богу, что у меня ещё... Слава богу, что у меня ещё одна пушка была заряжена. Ну, я так понимаю, что... Шансов поймать торпеду у нас опять достаточно. Но в этот раз мы постараемся этого не делать. Собственно, что? Я ничего не могу сделать. У меня здесь где-то спереди эсм. Вон он. И, как говорится... И, как говорится, на этом всё. А можно попробовать, кстати, по нему попасть своими вот этими авиаударами. Но я думаю, что хорошо маневрирующий эсминец... Это практически no chance, как говорят у нас в Одессе. Практически... Что? Я не убил его? Как? Такое чувство, что здесь реально какие-то учебные фугасы установлены. То есть, как можно было его не убить, не очень мне понятно. Так, ладно, давайте этого... Давайте этого... Давайте этого красавца попробуем забрать. Ну и тем временем, кстати, нам надо использовать, наконец-то, наш супер-авиаудар. Всё, есть. Пошла жара. Надо как-то ещё попробовать не поймать торпеды от неустрашимого. К сожалению, не показывает мне, куда сбрасываются мои бомбы. Ну и сбрасываются они всё-таки по Риге. Что не может не радовать. У Риги тоже торпед нету. Поэтому мы сейчас полным ходом двигаемся в сторону Риги. И будем пытаться её немножко расстроить здесь. Йохан Дэвид наш потерян. Ну и следующий у нас... Сейчас бы, конечно же, ББшку бы зарядить. Ну да ладно. Сейчас будем заряжать ББшку. Держит дамагу более или менее наш с вами Кройцер. Ну и я думаю, что это, наверное, будет сейчас Таран. Другого варианта я не вижу здесь. Скорее всего, именно так и будет у нас. А может быть и нет. Может, кстати, Рига не захочет давать Таран. Может быть, захочет как-то по-другому сыграть. Ну, почему нет? Да, неплохая попытка, но... Но нет. Забираем мы Ригу, хилимся. Сорок секунд у меня до ГАПа. В принципе, можем мы, наверное, сейчас выпереться на неустрашимого, я так думаю. Потихонечку. То есть, ему надо меня засветить. Ну, я думаю, что всё-таки, наверное, на него надо наворачивать здесь. Единственное, что, конечно... Может, мне не хватит этих, там, 15 секунд. Хотя нет, с другой стороны норм. А где ж тогда, получается, неустрашимый? Он развернулся, что ли, сюда? Угу. Удаётся мне всё-таки не поймать торпеды, несмотря ни на что. Ну и... Сейчас наша задача забрать неустрашимого. Что, в общем, не так-то просто сделать. Давайте попробуем здесь сбросить наш замечательный авиаудар. Нет, не туда мы попадаем. Всё-таки. В нашем суперточном корабле. Но, кстати, мы почти угадали по дальности. Но не угадали по направлению здесь. Что, в общем, печально. Ещё минута будет действовать у нас наше обнаружение. Очень слабо попадают, конечно, наше с вами вооружение. Фугасное. Чё уж тут греха таить. Ну и не можем мы забрать... Не успеваем мы забрать неустрашимого. От слова «аще никак». Поэтому нам сейчас придётся с вами завернуть на эту сторону и попробовать его выкурить с этой стороны. Да. Ну, фугасы, конечно, здесь не то, что отвратительные. Они просто катастрофические, я бы сказал. Но, к сожалению, неустрашимо вряд ли будет попадаться мне дальше. Здесь идти за ним смысла никакого нет. Поэтому мы можем просто... А, нет, смотрите-ка. Он решил... Он решил таки немножко схитрить и пойти сюда. Ну, окей. 5.4. Он в манёвре. Ну, может быть, у меня будет ещё один шанс отправить по нему залп. У него... Я не пойму, работает форсаж или нет. У меня сейчас главное динамику сохранять. Да, есть. Забираем корабль. Потненько. Поворачиваем. И надеемся, что он мне торпед сюда не накидал. Ну, скорее всего, их было бы уже видно. Заряжаем бронебойный снаряд. Что у нас остаётся? В общем-то, счёт 4-4. Противник сейчас будет забирать точку B. Ну, а мы с вами забирать будем точку C. И выходить на ибуке. У меня ещё одна хилка. Достаточно большое количество хитпоинтов в наличии. Поэтому есть шанс ещё пободаться. Чуток. Ну, и мы сейчас превосходим всё-таки противника в... В чём? Правильно, в очках. Есть у нас вариант сейчас всё-таки ещё что-то сделать. Теряем ригу. Ну, ибуке заходит на B. Для него это не очень хорошая новость. Потому что при большинстве... При большинстве раскладов я ибуке всё-таки либо ваншотну, либо почти ваншотну. Что, в общем, надеюсь, и произойдёт. У меня, кстати, засвет тоже весьма неплохой. Даём залп в сторону ибуке. Немножко не угадываю с упреждением. И поэтому я ибуке не ваншотаю. Но ибуке сейчас очень неудачная позиция для местонахождения. Давайте чуть-чуть по-другому возьмём. Наворачивает на меня ибуке. Вверх уходят у меня все снаряды. Так, мы попробуем сейчас... А он вряд ли у меня... В меня скинул торпеды, конечно. Я так думаю. Да. Рикошеты не пробите. Мои лучшие друзья. Хе-хе-хе-хе-хе. Ну ладно. Ну что? Двести сорок, мать твою, миллиметров. Ты сделаешь что-нибудь или нет в этого господина на ибуке? Давай. Два пожара ты сделаешь. Молодец. Кстати, о двух пожарах. Мне кажется, что он будет куда-то сюда идти. Я так думаю. Так, вроде удаётся мне его... Вроде удаётся мне его... Попасть с него бомбами. Так, даём... Ну, блин, ну это ваншот должен быть. Это просто обязан быть ваншот. Это в меня ваншот есть. В меня ваншот есть. А в него ваншота нет почему-то. И два пожара. Ну, это просто... Это за гранью добра и зла просто. Откуда здесь столько пожаров? Это просто какой-то пипец. Ну, очень много пожаров. Он горит просто как... Шлюха на паперте. Да. Нет, ну правда. Ну, очень много горит. Только что... Был пожар. Сейчас опять пожар. Ну и, собственно, что мне остаётся здесь делать? Четыре минуты до конца, да? Ну, скорее всего, какого-то шанса вытащить особо здесь нету. Потому что там Зигфред. А, ну я, собственно, сгорел. Всё нормально. Всё под контролем. Итак, друзья. Что могу сказать? Что касается вооружения, конечно, это просто какой-то плач и расстройство. Потому что ББшки непонятно какие, фугасы непонятно какие. Есть... Мы попали четыре бомбы. Ну, особо, конечно, никакого эффекта это не принесло. Однако мы весело потанковали Ригу, дали ей красивый там залп в борт. Но всё это одного, друзья, не объясняет. Зачем нужно было делать вот этот авиаудар, который очень сложно применить. И почему, что, какая проблема, чёрт возьми, происходит с пушками этого Йохана Девита. В общем, ребят, пишите ваши впечатления. Кораблик-то годный, но пожары постоянные и вот странные пушки, это всё очень гробит, конечно, эти лодки. С вами Турембыч. Увидимся на стриме сегодня вечером в 8. До новых встреч и пока-пока.